друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал big big family мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей не забывайте подписываться на канал ставить лайки ну и конечно же писать хорошие добрые веселые интересные комментарии вы знаете вот как я не пыталась вчера заставить себя посмотреть вот этот кусок делена демонстрирует на учебники тетрадки своих детей я если честно так и не смогла вы знаете мне хватило накануне вот этих вот 15 минут про ланчбоксы какие они бывают как они должны выглядеть посмотрите какие лучше какие хуже и так далее но лени это показалось мало да и она решила нас окончательно друзья мои добить просто добить довести я бы сказала до цугундера показывая нам теперь 15 минут учебники и тетрадки своих детей причем в некоторых она не могла разобраться кому же они принадлежат то ли а лаврику то ли катюшки то ли собственно льву который уже достаточно взрослый парень и тут в этот момент когда лена увлеклась друзья мои вот этими тетрадками учебниками рассказывая о том как же катюша любит читать да правда я если честно никаких нормальных книг там даже близко не обнаружила там были какие-то книжки а для малышариков для маленьких детей пятилетнего возраста ну там четырех пятилетнего от силы шестилетнего возраста да да даже не на 6 лет это точно там были еще какие-то учебники никаких интересных книг познавательных для того чтобы длите для себя что-то открывать чем-то интересоваться как-то себя развивать там даже близко не было но лена не из тех матерей которые будут подкидывать своему ребенку какие-то книжки да с учетом его возраста говорить вот почитай вот это вот это возможно тебе понравится вот посмотри интересная книга она может тебя многому научить что-то дать тебе да так скажем какую-то важную полезную информацию соответствующая возрасту естественно да нет такого даже близко нет и в общем лена увлеклась увлеклась друзья мои вот этим перебиранием перебиранием книг учебников да значит тетрадей потому что ей было нечего показывать в этот момент а заглядывает маша маша значит заглядывает в комнату и собственно ли да интересуется гуляли ли собаки на что лена сказала что да 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 срочно срочно надо идти тебе гулять с собаками затем мне стало так интересно опять же лена рассказывает нам практически каждый день про то как машу вырубает про то как маша буквально падает в обмороке непонятно чего то кто-то пишет может она беременна опять пишут про беременность кто-то говорит может быть она там не доедает кто-то что она там не досыпает ну знаете на самом деле лена молодец пусть вообще лучше маша не спит да не отдыхает только работает гуляет с собаками и выполняет всевозможные ленины поручения но друзья мои на что я хочу обратить ваше внимание вы знаете мне этот момент ну конечно же не очень понравился в комментариях у лены по маши конкретно ленины обожатели прошлись катком знаете некоторые пишут с таким прямо ну вот с таким прямо знаете сарказмом да так вот ерничают в сторону маши мол а может быть на маши надо ночами спать отдыхать побольше а не гулять там с кем-нибудь с мальчиками с подружками да а высыпаться и тогда маша будет успевать абсолютно все ведь и работа у нее не на полный рабочий день и как бы ну что такого страшного погулять с собаками сами завели сами пусть гуляют знаете лен вообще молодец олене удалось невозможное в кратчайшие сроки за два месяца друзья мои что вот мы с вами обсуждаем самого вот этого момента расставания да когда лена выскочила да не побоюсь я этого слова как тот самый настоящий черт из табакерки просьба лени конечно не обижаться это так для связки слов так вот когда лена выскочила со своим признанием о расставании буквально за два месяца лени удалось невозможно она попыталась пройтись катком по вове хотя опять же инициатором расставания как сказала лена была она сама да она позволила негативно высказываться себе в адрес лиза в адрес маши то есть в адрес старших дочерей и позволила точно так же комментатором на своем канале чихвозить лизу и вову и машу короче все плохие только лена как всегда у нас хорошие но это ладно к этому мы уже в принципе привыкли и вот знаете помните тот самый момент когда лена показывала что вот мол смотрите маша еле стоит и ногах и и вот вырбала да она бедная несчастная и вот вместо того чтобы лежать отлеживаться дома она собралась ехать куда-то там то ли к подружкам то ли там значит к своему другу да то ли еще кому-то вот вместо того чтобы отлежаться выздороветь и привести себя в чувство а до лениных обожателей не дошло что возможно маша не просто так сбежала из дома а прекрасно понимала что ей отлежаться в этом доме элементарно никто не даст потому что лена вот так вот заглянет в комнатенку и скажет маша ну-ка давай-ка поднимай свою пятую точку и шуруй гулять с собачками да или еще там что-нибудь надо сделать то есть если бы она знала я так думаю маша да что ей дадут здесь спокойно отдохнуть и спокойно привести себя в чувство я думаю что маша скорее всего бы осталась дома но вот даже здесь лена рассказывает о том что маша маша вот она ее еле довезла до дома маша чуть живая спала в машине но иди говорит гулять с собаками зашибись история просто молодца только я сейчас хочу обратиться к лениным обожателям и сказать очень простые вещи хорошо вы вот так вот говорите про машу что она не работает полный рабочий день да что у нее там не полный рабочий день да что может она себе позволить выйти с собачками погулять и так далее хорошо согласно вашей логике почему у вас не возникает вопросов в адрес лены почему вы не хотите у лены спросить почему лена сидящая дома 24 на 7 которая вообще ничего не делает один ролик на ютубе за день ребят это час времени почему лена не в состоянии справиться с собаками почему лена не в состоянии приготовить поесть если она 24 на 7 сидит дома с машей все понятно у маши есть какая-никакая работа пусть это не полный рабочий день да у маши были экзамены маша поступала в учебное заведение да маша есть какая-то своя личная жизнь плюс нужно еще прибежать там и собаками погулять там еще что-то сделать куда-то там съездить с кем-то встретиться и так далее здесь все понятно но вот почему обожатели лены никогда к лени вот этих же самых до вопросов они собственно претензий да они не заявляют вот мне просто интересно то есть они даже не думают а что такого делает маша а лена что такого делает мне просто интересно и вот друзья мои вчера когда лена рассказывают эту историю да я ее вчера уже по горячим следам обсудила рассказала вам о том как значит произошла сепарация маши в пять месяцев это конечно было очень забавно да я еще сказала я говорю нифига себе какие молодцы какие замечательные родители вопрос хочется задать нафига тогда вы вообще все это делаете рожаете огромное количество детей и кто-то у меня в комментариях написал а а сепарация простите лизы когда во сколько произошла вот насколько я помню буквально совсем недавно где-то неделю тому назад или полторы недели тому назад не суть важно лена рассказывая про своих детей сказала что она вообще ни про кого ничего не помнит вот про младших вообще говорит ничего не помню как в тумане все было но про старших еще более-менее единственное говорит про кого я говорит очень хорошо все помню как и что было это говорит первый ребенок лиза со всеми остальными она говорит я даже уже ничего не запоминала ничего и так далее ну то есть лена я не знаю может быть на самом деле так оно и было может быть действительно лизе повезло больше всех, потому что с Лизой по крайней мере хотя бы какое-то время носились как с писаной торбой. Хотя, зная Лену, пофигистку по жизни, я очень, если честно, ребят, в этом сомневаюсь. Это всего-навсего Ленина слова, да? Но, с другой стороны, возможно, действительно Лизе досталось внимания значительно больше. То, что Маше его досталось меньше, это к гадалке не ходи, это заметно. Поэтому Маша и правда, как говорят мои зрители, вот такой вот, знаете, середнячковый, да, ребенок, средний ребенок, которому вообще досталось внимание и любви родителей по минимуму. Вот Лена ничего не помнит, начиная уже вот с Маши, да, Маша ведь была следующим ребенком после Лизы. Лена уже ничего не помнит, она говорит, а про младших вообще, говорит, не помню, что и как было, когда они были маленькие, словно как в тумане. Лен, ты знаешь, на самом деле это замечательно, что ты ведешь YouTube-канал, по крайней мере, хотя бы, если не самые младшие вспомнят об этом, да, то ты хотя бы посмотришь и вспомнишь, как ты своих детей как ты ими занималась или не занималась, да, и что у вас там было и так далее, раз у Лены такая память короткая. Ну и что, друзья мои, еще один момент, который, конечно, не мог на меня не произвести впечатление, это опять же, по словам Лены, дети едят немного. Ну и что, прибегают обожатели Лены в комментарии писать мне, да, все дети едят по-разному, многие едят совсем немного. Ну, вы знаете, я что хочу сказать, вот Ленина слова, Лена вот порой говорит правильные вещи, но опять же, повторюсь, да, Ленина слова порой вообще не соответствуют ее действиям и поступкам. Ну, вы знаете, когда Лена вот собирает ланчбокс для Маши, кладет туда просто с гульки нос, знаете, как птички исключительно поклевать. Хочется спросить, Лен, ты прикалываешься? Но когда Маша себе готовит еду, вы меня извините, у нее такая порцайка для хорошего мужика. То есть, нет, это ни в коем случае не в адрес Маши, что вот это вот так вот, вот Маша с таким, да ради Бога, да. Маша может себе позволить, она и спортом занимается, и старается держать фигуру и так далее. Дело не в этом, да. Все мы абсолютно разные, и тут не в этом вопрос, не в этом претензия ни в коем случае, да. А дело в том, что, значит, Маша может есть большие порции, как такой здоровый взрослый мужик. Может. Тогда почему Лена ей кладет порции для маленькой птички, которая просто прилетела исключительно поклевать? Почему Лена кладет себе огромные порции, а Леви делает маленькую такую лепешку с курочкой, где куриного филе просто тоже, опять же, ребята, вот одна ложка. Вы меня извините, как может такой рослый, здоровый парень, у которого растущий организм, наестся вот этой лепешкой така. Просто одна лепешка. Зато Лена себя никогда не обидит. В общем, Лена там молодец, у нее каждый день разные версии, но мы, собственно, с вами смотрим, наблюдаем, ну и, конечно же, хохочем над комментаторами Лениных обожателей, которые, друзья мои, готовы всех-всех нас сжечь на костре. Только за то, что мы с вами вообще, вообще имеем право говорить про такую прекрасную мать. Ой, а некоторые пишут, ну что, 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 сейчас все яжмамки вот эти вот придут, Леночка, посмотреть. Знатно вы этих яжмамок троллите, мол, по поводу всего-всего. Да при чем тут кто кого троллит? На самом деле это такая дичь, это такая ерунда, это такой детский сад, да, вот когда мне пишут, а слабо тебе? Я говорю, вы меня извините. Я, конечно, еще молодая девушка, да, мне 36 лет всего-навсего, но я на слабо ведутся вообще только в детском саду. Дети, на слабо ведутся дети в детском саду. Ну, как бы, да, это понятно. Так, что касается, опять же, вот этих вот всех интересных моментов, да, Лена все это показывает. И вы знаете, когда это бы показывала, ну, юная девушка лет 18, 15, 20, это все можно было бы понять, списать, молодо, зелено, глупо и так далее, да, ну и что, ну, нет, нет еще у человека никакого жизненного опыта. Но когда это показывает девушка, которую уже, простите, да, уже, как говорится, прилично лет, да, то как-то тут все-таки уже думаешь, блин, ну, неужели, неужели как-то нельзя немножко по-другому, да, троллит? Кого она троллит? Она себя выставляет в негативном ключе, исключительно себя, позорит себя и позорит своих детей. И это тот человек, который нам на днях говорил, есть той категории людей, которые никогда ничего не выносят на всеобщее обозрение. Я из тех, кто молчит. Ага, замечательно, ты промолчала. За два месяца уже сдала и Вову с потрохами, да, и всю вашу семейную жизнь. Опять же, Вовину версию мы не слышали, и я так думаю, что, скорее всего, не услышим. И Машу, и Лизу, и всех поставила под удар. И дальше живет себе припеваючи. Все нормально. Ребята, такой обзор, продолжение следует. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok